Всем привет, вы на канале Крым глазами местные. Привет, дорогие друзья. Сегодня наконец-то у нас будет ролик из Ялты, который вы очень ждете. Я знаю, давненько мы не снимали наш прекрасный курортный город, город Море, нашу любимую Ялту. Сегодня у нас такой выпуск влоговый с новостями, что у нас меняется в городе. Сегодня отправляем уже заказы ваши, календари массово, свитшоты. Кто еще не успел купить, приобрести подарки себе и своим друзьям, любимым, родственникам. У вас еще есть возможность это сделать. Да. Так, это у нас календари отправляются. Ну и для донов мы разыгрывали мускат. Позднего сбора. Позднего сбора. Тоже сегодня уезжает сувенирная бутылочка нашей зрительницы. А, и еще свитшот, свитшот заказали 54 размер, тоже в ВКонтакте. По коням, как говорится. По коням. Так, сейчас марсианин пропустишь. Спасибо большое. Выезжаем, друзья. Настоящий друг и товарищ. Маршака, развилка с Боткинской. Мы сейчас, Вячеслав, с тобой куда рванем? Сейчас кружочек сделаем и рванем на Приморский пляж. На стоянку, где мы обычно ставим машину 100 рублей час. Вот, институт Магарач. Справа, кстати, здесь офис Иноланда. Не знаю, раньше был, сейчас не знаю. Они сейчас в доме торговли. А у них там стоечка, можно взять. Не искать офис тут. Тут уже офис полный ушел. Самая длинная улица в Ялте, это улица Кирова. Начинается она в районе остановки улица Морская. Возле нашего храма Александра Невского. Самая красивая. И заканчивается в заповеднике. И заканчивается где-то далеко, в одной, там, вверх. Наверное, не знаю, возле сказки, возле зоопарка. Где-то туда, может, дальше. Честно сказать, я не искала концы, что называется. Как там наезд Красина? Красина, как называется улица. Да, где-то в той степи, короче. Сейчас мы едем по улице Кирова, как я сказала. Будет сейчас дом достопримечательный, который светился в Аси. Вот как раз сейчас напротив вот этого деревца красиво. Первый этаж покрасили недавно. Я прям не узнала этот дом. Темно-такой желтый. Симпатичный. Угловой, но очень такой интересный. Дом с ротондой известен под названием. А что теперь делать? Мы проедем? Рубикон, нормально, смотри, как шикарная тут. Сократик. Это мы сейчас на Котельниково, да? Да. Приезжаем. Наше местное слово Сократ. Это не древняя Греция. Это наши местные, так сказать, улочки, которые для того, чтобы куда-то быстрее добраться, можно по Сократу. Хочет, а жарко, Юля. Прям жарко. Сколько градусов? 12, в машине прям задыхаешься. На улице приятно. На самом деле на солнце градусов 14, наверное. Очень хорошая погода, приятная. Ветра никакого нет. Так, здесь у нас очередь из машин. А мы тогда поедем, немножечко всех обманим. Обещают нам немножко изменение погоды в худшую сторону. Ну, как бы, друзья мои, ноябрь, сегодня 18 число. Должно же быть уже когда-то холодно, дождливо и противно. Поэтому обещают в четверг какую-то такую не очень хорошую погоду. И, по-моему, в субботу. А так, в принципе, пока тепленько. Поэтому едем обязательно на пляж. Как можно без пляжа? Ялта и море – это вещи, которые неразделимы. Вот видите, небольшой лайфхак. Да, если тут тянутся, мы их обманули немножко. Четыре машины, вон фургончик такой остался стоять. А мы немножечко схитрили. Ну, все равно сейчас будет немножко тянучка. Остановка – городская баня. Да, рабочая, кстати, баня у нас. Обычная городская баня. Никогда там не была? Никогда, да, не была там тоже. Ну, есть любители просто. Это вот они обожают эту баню и ходят туда обязательно. Ну, люди любого уровня достатка, да, это вот именно такой, ну, как бы, их вайб. Такой вот банный. Ялтинский колорит. Ну, это не только в Ялте. Я знаю, что очень многие люди любят такие городские бани, ходят у себя в городах. Вот она у нас пока еще живет, слава богу. Так, минут 10 простояли в тянучке. Ну, в Ялте круглый год пробка. Помните этот светофор? Я в Телеграм-канале публиковал видео, что он собирает огромные пробки с двух сторон. С детской поликлиники и с района, ну, с базы, с пионерской. Вот, не знаю, совпадение или нет, но после этого опять включили мигающий желтый свет. Ну, много. Теперь все стоят, но не так долго. Да, много ялтинцев выражали свое недовольство в разных соцсетях. Ну, вот сейчас сделали, вернулись все на свои места. Так, а мы сейчас едем по улице Гоголя. Она идет параллельно улице Пушкина. ДПС. ДПС коина нет еще, не смотрела, там никто не придумал монету. Не знаю. ДПС коин. Прикол. Так, что у нас здесь происходит. Вот эти все парковочные места по правой стороне, они все платные. Нужно заходить в приложение. Называется оно, я вам сейчас скажу как. Если найду сейчас быстренько. Ру Паркинг. Одним словом, английскими буквами. В App Store есть Ру Паркинг. Вот. Там цена, ну, недорога, да. Это, как бы, государственное приложение. Вот. Но оно бывает глючит. Я когда-то в Гурзуфе так и не смог оплатить. В общем, есть у нас из полкома выезжает машина. Не знаю, в какое время ездит и фоткает все номера. Если кто-то не купил себе парковку, приходят большие штрафы. Ну, а также у нас злостно работают эвакуаторы. Подъезжаем к Арианде. Здесь, кстати, вот возле Арианды, справа, здесь тоже можно поставить платную машину, когда мало гостей в Арианде. Там через Арианду, через кассу 100 рублей час стоит. Даже если вы полчаса постоите, 50 рублей возьмут. Насколько я знаю. Да? Да, я как-то полтора часа простоял, 150 отдал. Ну, вот. Ну, а мне удобнее всего. Мы обычно, вот когда у нас актуальная информация в Телеграм, очень часто публикуем, сколько людей на пляже, какая погода. Удобнее всего, конечно, парковаться здесь, на Приморском пляже. Жили бы рядом с Массандровским, показывали бы чаще вам Массандровский пляж. Ну, на Массандровский мы сегодня тоже заедем. Заедем? Конечно. Там же пройти нельзя. Ну, вот мы доедем куда можно, покажем то, что можно, и расскажем новости, почему там закрыто. Оставайтесь на канале. Вот. Сначала до отсек, новое видео. Парковочка. Здесь выдается карточка пластиковая. Соответственно, потом по ней нужно оплатить и вставить обратно ее на выезде. Механика проста. По-моему, 15 минут бесплатно постоять можно. Ну, это не точно. Ну, мы в прошлый раз через 10 минут пришли и не платили деньги. Ну, значит, работает это. Потому что у нас где-то работает 15 минут бесплатно, где-то не работает. Сейчас пройдем сначала на смотровую, посмотрим сверху всем известного, кто подписчик нашего телеграм-канала. Ой, какое освещение классно. Видео у нас, как всегда, суперинформативное. Здесь же вот есть магазин, супермаркет. Пожалуйста. Цены такие же, как и по всему городу, насколько я знаю. Это, Вячеслав, к тому, что если на пляже дорого, можно сюда забежать и купить, перекусить что-нибудь. Да, чтобы вы понимали. Напротив, вот уже верхний ярус Приморской новой набережной. Ну, и также вот дальше столовая. Киса, привет, Киса. Столовая недешевая. Насколько мы читаем отзывы, никогда не ходим в столовую. Питаться стараемся дома. Или по ресторанам, да? Или на заправках с футбогами, с кофеечками. На заправках. У нас самые вкусные футбоги на заправках. Вход в Приморский парк. И слева здесь выстроено здание. Ну, сделали смотровую для людей. Потому что здесь прям все по линии закрывает вид на море. Раньше-то в Приморском парке море было видно. Теперь нет. Теперь все застроено. Когда застраивает, начинаем делать набережную под низом. Кстати, из новостей. Дальше, кто помнит, есть пляж солнечный. Он уже сколько лет? Восемь планирует его сделать. Он очень долго стоит. Вроде как сейчас, я знаю, пошли шевеления. Уже есть застройщик, который выстроит там, по-моему, два или три этажа, не больше будет. И набережная продлится. Как мы просто и думали, что он стоит, просто ждет этого. Просто так пляж у нас делать никто не будет. Там должны быть коммерческие какие-то интересы. А вон вы можете наблюдать. Подкрепится стенка опять зданием, как здесь. Сделают противоползневые работы какие-нибудь. Подобрут зданием и будет еще одно продолжение. Ну и, конечно же, уберут красивенные сосны, которые там огромные стоят. Да, сосны точно не останутся там, к сожалению. Но сделают вот такие пальмы на набережной. Море сегодня шумит, манит, как всегда, даже в межсезонье. Прекрасное время, когда еще не сильно холодно. В Ялте вообще сильно холодно не бывает, да? Но бывает, конечно, прохладно. Людей мало, на пляжах места много, можно гулять. Кто-то вот даже еще купается. Мужчина только что из воды лоши. Солнца тоже мало. Солнца, я не сказала бы, что мало. Бывают, конечно, дождливые дни, но солнышко нас тоже не обижает. Ну вот, друзья мои, еще можно активно купаться 18 ноября. Друзья, волна снова нас удивила. В приятном смысле. Я знаю, что некоторые из вас уже в курсе про новый сервис. Но я расскажу. Знакомьтесь, волна сейл. Это уникальный сервис, которого нет ни одного крымского оператора. В нем вы можете продать свои лишние ресурсы или докупить так всем необходимый интернет. Сервис поможет продать излишек своих ресурсов. А для быстроты есть конвертация, которая за 2 секунды обменяет смс на интернет. Закончился интернет или минуты, можно купить по минимальной стоимости по всей России. А главное, на маркете вы сможете купить товар за свои гигабайты. Пару кликов и у вас в руках ароматный кофе или пицца в подарок. Тратить время теперь не нужно. Можно все заказать через доставку плюс скидка от волны. Давайте покажу, как это работает. Заходим на сайт пултдоставка.ру Добавляем товары на общую сумму от 2000 рублей в корзину. Вводим промокод при оформлении заказа. Готово. Продукты со скидкой 500 рублей и бесплатной доставкой уже едут к вам. Конвертация и покупка промокода за гигабайты – это удобно и не занимает много времени. Оставайтесь на волне, ну а мы продолжаем. Чайки, чайки слетаются. Смотри, он выпрашивает. Все, срочно в Ялту. Ух, как рот открыла. Ле, разговаривает. Понимаете ее, да? Они отзываются, а она и подплевает. А, понятно. А я думала, она с вами так прям на своем птичьем. А, это выпрашивает. Прикличка у них своя. Так. Говорит, быстрей. Закиньте мне что-нибудь. Мое. Да, тут все и голубь, и ворона, и чайка. Ох, какая. Ого, молодец. Как собачка. Смотрите, как понедельник. А люди по пляжу вот гуляют. С детками, смотри, да. Даже в птичьи выстраивают. Красота. Я думаю, вообще будет пусто сегодня. На Бородеевна на горах, смотрите, над горами. Ужас. Черный. Ох, как тут людненько. Хорошо. Ялта круглый год. Так, что там у нас сегодня за эфирные масла? Такой вчитывается, слышишь, информацию. Деловой капец. Рыжий хвост. Ко мне не подходи. У него свои дела. Он вообще на тебя, как говорится, клал. Главное успокоительное – это шум волны. Да? Да. Кофе мы пьем иногда в начале набережной, а иногда в конце. Здравствуйте, можно американо с молоком? Большой маленький. За 120. И латы. Пойдем работать, кофеман. Хе-хе-хей. Я над морем. Да, волны разыгрываются. Обещают в четверг. Может быть, вы как раз это видео и смотрите в четверг. Нет, скорее всего, в среду. Обещают. Сильный ветер, шторм. Особенно на западном побережье. Надеемся, что... Ох, шторма века у нас не повторится. Потому что в прошлом году он принес большие разрушения. Вот такой я мистину здесь надыбал. Хе-хе-хе-хе. Вообще клево, да? За буйки не заплывать! Ну-ну-ну-ну! Девушка, отойдите от берега! Хе-хе-хе. надо же попробовать водичку юля не стоит не можно босичком но потом сохнуть придется ладно давай попробуем теплая она реально теплая блин ты чё она теплая градусов 16 так она теплая блин реально на улице холоднее и люди плавают спокойно причем вот не так что забежал выбежал размеренно себе ялтинка всегда ходит на море говорит я тоже буду на пенсии приходите смотрела на море просто прийти целый день сидеть вот сколько захочу без всяких вот этих забот дурацких то-то сделать это делать жить надо блин ты будучи трейдер так что давай обучайся и обеспечить себе пенсию итак друзья всего лишь 18 ноября но уже просочилась информация что скоро будут устанавливать елочки наши новогодние красотки их будет опять несколько одна будет вот на этом месте рядом с приморским пляжем со входом как всегда возле квадратного фонтана центре набережной на площади советской елочку опять поставят в общем примерно как и во все прошлые годах так будет не знаю будут ли ставить еще елку там где ступеньки к морю возле я неправильно сказала возле круглого фонтана обязательно поставят а возле квадратного это вопрос а включат все огоньки и объявят о том что елочка уже елочка гори 19 декабря смысле сияй да то гори это как бы такой вопрос но и давненько мы не прогуливались по набережной имени ленина наш амарш она же сзади у жанра 3 сколько здесь сколько здесь птичек собак людей птичьи лаки подходят выпрашивают подходит в глаза заглядывает горит дай чонить пошли сюда голуби голуби боба ну кстати по моему в больших роликах не снимали еще здравствуйте не снимали еще новый памятник мухтару это что да а юки цветут все еще цветут ничего не подвявши смотри вот только будут раскрываться вот эти уси и вот еще будет свести во всю красота вида так вы наверно все слышали легенду про мухтара хочешь чего-нибудь добавить легенды и мифы древней греции так у нас и ялта тоже но о том что типа был мухтара хозяин который был спасателем он утонула мухтар всю жизнь смотрел море но такая как всегда душесчипательная история на самом деле никакого не было спасателя хозяина чем был человек который он не без определенного места жительства но в общем такой бродяга небольшой к концу жизни своей бродяжничал и вот этот пес значит за ним таскался везде сначала возле центрального рынка овощного он там жил его там прогоняли оттуда в общем потом он обосновался на набережной ну и под конец жизни начал петь на набережной вместе с нашим трубачок а вот в принципе так хозяин 1 мухтара он все-таки утонул или нет не было никакого спасателя хозяина это ну как это насколько я знаю выдумки это знаете должна быть какая-то городская легенда вот и пожалуйста ну было не было но в общем такое сделать значит называют крымских хатика там еще что-то придумывают ну и с легендой хорошо верят не это и ради бога памятником больше памятников меньше супица насупливается ялта да такое становится небо темное ну на самом деле очень приятно сейчас гулять но тут людей смотри как много сразу выходишь и прогуливаются то влево то вправо все по своим делам куда-то идут на набережная всегда остается самой знают такой проходимой в любое время года пока только тут ветер леденющий не начнется знаете что капец когда уже просто невозможно нос высунуть на эту сторону когда ветрище тут задувает брызги летят конечно здесь ужасно холодно и промозгло тогда давай с пуговкиным поздороваемся пуговкиному нос конечно натерли ой 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 надо вообще ну как бы надо чистить наверно такие памятники это медь окислилась надо ее привести в порядок вид внешний давай сейчас бау красота давай еще вот это спасибо спасибо мы пойдем дальше такой привет вам от моря да я реально я уже забыл когда здесь снимал последний раз слушай ну как пуговкин так и краснов николай петрович нас тоже весь прям в таком в цвете морской волны окисленный надо почистить зачем он весь в одном цвете зеленым так не годится какой милый пушистик гуляет так знакомого же вами мужичок который поет патриотические песни про набережную ялту сегодня наш день все говорит о том чтобы юра и слава снимали контент и в телеграме тоже интересно когда будут штормы у нас прям серьезные которые как всегда вот эти лавки смоет я же говорю вот с четверга возможно ну может быть будет такое может и нет все зависит от направления ветра посмотрим и а и 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 Парус, в этом мире только мы одни Ялтан, Артус, весь покою Субтитры сделал DimaTorzok Тут вообще топ, смотри как здорово Немного вам еще ялтинской атмосферы на набережной Потом поедем на Массандровский пляж Как будто выходной день, да? Да Ну сейчас без 24 Ой, какой-то громкий Молодой человек Так, что за арт такой интересный? Да, что-то тут кто-то свое выставил Творчество Так, здесь походу у нас уже ярмарка на постоянной основе Ну, кстати, скоро новогодние праздники, наверное, тоже будут все выставляться Каждое место Подписано Чуть не упало Пирожки? Для согрева пирожки 100 рублей И никого А где? Ну, смотри, какие полусферы поставили О, кстати, да, мы вам еще не показывали полусферы Многие мнения расходятся Ну, мне нравится Полусферы? Пусть меня заклюют местные Я столько отзывов негативных прочитал, просто пипец Ну, а сейчас сами посмотрим Ох, лёгок здесь бьет хорошо Так, что у нас здесь? Давай посмотрим Внутри столик Видно, кто там сидит, отдыхает В случае чего, да? Для проведения мероприятий шатры Ну да, посмотрим А, ну это от плова, короче, был восточный быстро Уточнить условия бронирования Или обратиться к менеджеру Так, а сколько стоит арендовать, интересно? Насколько я помню, там что-то 12 тысяч Я вообще без понятия, честно Чаек просто миллион, посмотрите Вот они все сидят на старых, разрушенных, полуразрушенных пирсах Охо-хо-хо-хо-хо-хо Давайте жить дружно Вы должны делиться друг с другом Чайкин базар Раскричались тут ну булка летает скажи мне свое мнение вот по поводу интересный но сферами не очень нравится они уже тогда сделали в том же стиле как бы наоборот вот как там вот этот зелененький да вот дал мне было бы как-то более логично ой тихо тихо разыгрывать прямоугольная и полусфера мне не сочетается но я свое мнение уже сказал в принципе неплохо здесь вообще ничего не было разбитая вот это вот набережная уже очень-очень давно ну и пусть будут здесь вот эти вот купола чему люди пользуются спросом кстати вон везде что-то накрывают люди вон трапезничают осторожненько итак друзья подъезжаем к ялтинскому мор порту не будем объезжать с другой стороны да на парковку бесплатно мосандровский пляж потому что нужно будет тогда выезжать на южно-бережное шоссе объезжать аманом мы хотим вернуться в центр еще одну новость рассказать вам вот здесь есть платная парковка чуть не проехал свободно 3 морковым мест вот сюда мы сейчас и припаркуемся припарковали машину все знают это место сюда щас мы будем заходить на массандровский пляж ну а по стоимости время нахождения 10 минут 50 рублей час 150 больше часа вот даже на 1 минуту 300 рублей это два часа чек не выдала я надеюсь мы справимся меньше чем за час время уже скоро будет темнеть пол пятого пол пятого разведаем обстановочку там паспорт объекта висит не висит сколько будет длиться реконструкцию успеет ли до лета но это что это говорят что реконструкция берега укрепления из-за штормов века который был уже год назад до почти там что-то сделают работают в течение недели на выходные проход можно осуществить там работает ван гог ли на выходных но кто-то писал в соцсетях у нас в чате в telegram что на выходных не работала до но обещали что будет работать может какие-то моменты есть строители наших дорогих зрителей подписчиков нашего канала говорят хотели перелезть там забор какой-то но не смогли ряд ничего не видно о паспорт объекта ведь хорошо может хоть почитать что пишут исполнение разроза инфрагла по капитальному ремонту противоползневых сооружений города ялта на участке от морпорта для массандровских гостиниц о дома сандровской гостиниц приносит свои извинения то есть после массандровских гостиниц это что за массандровские гостиницы я не знаю кто так назвал что это такое может имеется в виду массандровские гостиницы здесь кафешка работает ну а тут перекрыли капитальный ремонт ну-ка заглянем ну да смотрите работы ведутся щебня на навезли аккуратно вот я смотрю вляпывались и тут же вытирали руки смотри синие смотри аккуратно это все кто трогали вот это вот и сверху там аккуратно намазали прям вот трубу я просто вот хотел взять ее и вымазался ну и стойная с той стороны такая же история так предполагаю может туда не поедем их и тут закрыто не не заглянешь да с окошка но вот здесь на подходе стоя стало намного шире что-то убрали было вот что-то типа такого продукт вообще пита какого-то продукт говорю да ну там она выпирала придаем сильно проходняка здесь ну как гаража здесь всякие шляпки полотенца в общем летняя вся атрибутика так что грядут перемены да кто не знал это уже стоянка под будущее казино кто помнит кто помнит в коцевеле хотели сделать переиграли по моему даже насколько знаю путин подписал этот указ или чем там короче бумаженцы вот теперь в морском порту здесь на территории морского порта будет казино ну и цены сразу заехал заплате никакие тебя 15 минут бесплатно слушайте чтобы выехать надо не просто так подойти и приложить там какие-то дичащие условия надо знаете что делать приложить машину машину напротив поставить и только тогда выпустили герой а вот он только можно приложить карту да за наличку нельзя нельзя нет вот только по карте ну давай 7 7 откройся не то спасибо до свидания всего вам доброго как говорится ну что едем дальше через какую улицу едем вячеслав свердлова так или это по моему еще рузвельта нет свердлова здрасте мы сейчас повернем на улицу параллельная которая московская идет коротко руданского вечно забывают и фамилию руданского хоропиться не надо что-то произошло просто решил чуть-чуть назад задайте хотел припарковаться мест нет ялта забита просто машинами а вот кстати никого сзади нет дай покажи о парковка я думаю вот он вроде готова не видела с этой стороны люди заезжают там говорят можно так что до стоимость данной парковки 100 рублей в час не топом горели дороже нет нет 50 рублей подземный паркинг до рыбзавода бывшего короче жака рыбзавод московский квартал вам называется а здесь вот где балашин и рынок был раньше теперь там парковка многоуровневая 100 рублей в час так что сегодня именно парковочное видео такое друзья слушайте на самом деле это проблема куда люди приезжают и припарковаться это большая проблема дабы вас не эвакуировали потом такой целый квест дорогущий надо пройти чтобы свою машину забрать поэтому лучше посмотреть этот ролик и отправьте всем своим друзьям кто хочет приехать в ялту чтобы все становились на парковку чтобы машина была в целости и сохранности ну как говорится скупой платит дважды а то и трижды и в десятикратном размере лучше заплатить за парковку и все и значит ты придешь и заберешь машину там где ты оставила не опа где мое авто до начинается паника что делать так мы выезжаем уже на цирке которого нет у нас даже такие остановки есть цирк цирка нет кинотеатр октябрь давно уже нет кинотеатр спартак вообще тоже забыли так что вот здесь был когда-то будут справа был когда-то цирк еще маленькая туда ходила сейчас вот в таком состоянии ничего не меняется не значит он тут вход было дальше был шапитон так выехали мы с вами на московскую улицу одна из центральных улиц которая расположена вдоль реки дирикойка или быстрая с одной стороны улица московская с другой киевская с активное движение вечер начинают люди по домам с работы разъезжаться потихонечку около пяти вечера сейчас но мы сейчас где-то здесь остановимся да да мы здесь останавливаемся потому что вот здесь уже идет постройка чего-то нового и так сквер на джабово мы спускаемся немножко ниже и сейчас посмотрим тут есть мостик красивый как раз здесь строятся павильоны металлические конструкции смотрю уже там какие-то металлопластиковые двери окна ставят в принципе сказали вроде через месяц-полтора будет переезд сюда овощников юля что будет на месте овощного рынка будут реконструкцию делать не знаю какую что там будет но очень сказали что будут в течение двух лет проводить там какое-то строительство что-то будут делать но как бы видите вдоль речки и там еще дальше со стороны если киевской зайти в общем будут входы делать и с этой стороны как мы заходим с московской будет ход с киевской и будет вход где-то там со стороны автовокзала но кстати автовокзал кто-то писал что вроде как реконструкция началась автовокзала я вообще этого не знаю но в общем в этом месте все так очень тут кстати проводились когда-то ярмарки сельскохозяйственные и также дальше напротив автовокзала как раз ты там начинали вечно все бегать сумками туда-сюда движение замедляется все выскакивают на дорогу что не есть хорошо друзья но на этой ноте мы заканчиваем свой блог спасибо что посмотрели ролик до конца поделись с друзьями поставили реакцию подписались telegram написали комментарий заказали календарь подарки заказали свитшот в общем друзья с вами были крымлазами местных юлия и слава новости из ялты из ноябрьской шикарной такой теплой приятной атмосферной ламповой ялты напишите пожалуйста в комментариях сколько раз в месяц вам нужно снимать ялту всем пока до новых встреч